Всем доброе утро, мои хорошие! Ну вот, пришел сегодня первый день отдыха у меня. Я вчера приехала от дочки на пару дней. Вчера вечером уже смонтировала вам видео и уже сегодня выложила. Появилось у меня свободное время. Но какой тут отдых! Уже куча всяких идей в голове, что-то нужно делать. Сегодня, по-моему, неплохая погода. Я планирую сегодня еще выйти из дома, может быть, сходить в магазин. Там, где продают у нас кухни. И полицезреть, что там есть за выбор. Какие там кухни есть. И вообще, позаглядывать в эти кухни. Любопытно уже. Может быть, даже что-нибудь подберу, потому что выбор там, в общем-то, есть большой. Но это я только в один магазин пойду. А у нас их просто очень много. В городе очень-очень много. Вот. Ну а сейчас я хочу выглянуть в окошко и посмотреть, что у нас там за погода. Ну вот через окно, даже не открывая окно, видно, что, в общем-то, погодка неплохая, облачно. Но небо голубое, в общем-то, будет, может быть, местами солнышко светить. Ну а так сухо, снега нет, конечно, у нас зима такая. Кстати, сегодня уже середина зимы, а у нас снега так и не было. Один раз что-то припорошил и все. Что у нас на градуснике? Градусник показывает 9 градусов, кажется, да? Но что-то мне кажется, что там не 9, конечно, поменьше. Хотя, кто его знает. Может быть, просто ощущается, что меньше. Ну, открой окошко, выглянем туда. Ой, просто здорово. Хочется-хочется уже выйти на улицу. Неплохо, ветра нету. Я смотрю, дерево не шеволится и очень тихо. Не шелохнется ни одна веточка. Легкий-легкий такой ветерочек. В общем, по-моему, здорово на улице. Хорошо. Я люблю, когда тихо и безветренне. Сейчас по-быстренькому хочу приготовить завтрак, покушать и уже не голодной выходить из дома. А вот эти мои новогодние наклеечки уже пора снимать. Уже старый Новый год прошел. Обычно после старого Нового года все вот это мы уже снимаем. Но кто-то писал, что вот это вроде сложно снимается. Не знаю, посмотрим. Мне кажется, оно не должно сложно сниматься. Но если у меня будет время, я, может быть, это сниму в этом влоге. А если нет, значит, в другом. Девочки, решила я по-быстренькому приготовить незатейливый завтрак. Кстати говоря, я такое блюдо еще не готовила. Я нашла его в книжечке. Книжечку вы эту уже видели. Это от мультикухни Redmond. Нашла я здесь вот такое вот блюдо. Запеканка с беконом. Ну, ингредиенты вы видите. Но я сейчас вам продиктую. И, в общем-то, хочу такую запеканку по-быстренькому сделать. И потом заниматься уже дальнейшими делами. В общем, для запеканки нужно бекон 150 грамм. Но у меня бекона нет. У меня обезжиренная колбаса есть. В общем-то, можно бекон заменить колбасой. Ничего страшного. Нужны макароны какие-нибудь 150 грамм. Три яйца. Сливочное масло 30 грамм. Так, масло есть. Сухари панировочные 20 грамм. Вода 1 литр. Молоко 200 миллилитров. И соль. В общем-то, и все. Очень все просто. Ну, давайте приступим к приготовлению, что ли. Ну, вот я все уже подготовила. Взвесила на весах то, что мне нужно. Ну, вот 30 грамм сливочного масла. Вот примерно выглядит так. Это если у кого-то нет весов. Литр воды, стакан молока, 3 яйца в большую емкость, потому что я буду взбивать это с молоком. Это 150 грамм макарон, 20 грамм панировочных сухарей. 150 грамм колбасы или бекона. Но здесь немножко больше, где-то 190 грамм. Но такой вот кусочек был. Я его весь туда и запущу. Вот. А теперь нам нужно взять литр воды, налить в мотик кухню. Если у вас нет мульти кухни, можете налить мультиварку или просто сварить макароны. Время варки 8 минут. Сейчас я поставлю в мульти кухне режим. Режим макароны как раз и на 8 минут. Так, это режим макароны. Дальше мы выбираем время. Здесь как раз 8 минут стоит. И все, старт. Когда начнет отсчитываться время, тогда уже вода закипит. И тогда можно будет бросить туда уже макароны. Водичку можно чуть-чуть подсалить. Пока водичка закипает, я жду звуковой сигнал должен быть. Я тем временем уже порезала колбаску. И вот я сейчас уже жду. Вот, как раз прозвучал звуковой сигнал. И уже у нас водичка закипела. О, кипит. Ну, теперь я закидываю сюда макароны. Надо перемешать. Закрыть крышку и ждать. Все. 8 минут они будут вариться. Что означают все сигналы, я не знаю. Наверное, старт надо опять включить. Да нет, старт же уже включен. Так, проверю. Варится? Кипит. Пусть кипит. Может быть надо помешивать? Еще раз помешать. Нет, там ничего не прилипло ко дну. Все прекрасно. В общем, пускай варится. Теперь я беру яйца. Так, ну, этот сигнал будет мне мешать, но ничего, это недолго. Немножко я их присолю. Ну, у меня вкусная соль есть немножко. Я вот этой вкусной солью присолю. Можно просто солью, можно добавить какие-нибудь специи, какие вам нравятся. И выливаю я сюда стакан молока. И сейчас я хочу все это взбить. Я решила попробовать это взбить блендером. Ну, в общем, я взбила блендером. Хотя это можно просто взбить, даже можно вилочкой, венчиком, просто так. Молоко с яйцами можно просто, не знаю, перемешать. То, что я блендером взбила, ничего такого особенного это мне не дало. Хорошо, ждем пока сварятся макароны. Я думаю, что у меня постоянно мультикухня пикает, пикает. Макароны там, главное, варятся, а она пикает. Я нажала на старт. Это значит, надо второй раз, получается, мне нажать на старт. Тогда, когда я воду включаю, я старт включила, вода закипела. И потом начинает пикать. Я забросила туда уже макароны. И нужно было опять нажать старт, для того, чтобы время начало у меня уже идти. В общем, макароны у меня поварились уже минуты две. И только сейчас я нажала старт, и у меня пошло отчет обратного времени. То есть, уже до конца варки, когда останется, у меня две или три минуты. Нужно будет мне уже выключить и откинуть на дуршлаг. Ну, сейчас, на данный момент, я буду это уже смотреть все по готовности. Попробую даже, если что. А вообще, вот этот новый прибор я еще до сих пор продолжаю изучать. Я еще до конца его не изучила. В общем-то, прибор очень нужный и полезный. И уже некоторые программы я легко включаю. А вот программа макароны для меня новая. Я ее еще не пробовала. Сейчас я ее тестирую. Почему я вам все это рассказываю, если кто-то такой имеет мультикухню и не совсем понимает, что к чему. Ну, вот можете на этом образце и посмотреть, что к чему. Так что, тестировать продолжаю я еще мультикухню. Ну, а дальше по рецепту нам нужно макароны откинуть на дуршлаг. Промыть их водой холодной. И все. Пока макароны стекают, нам надо на дно чашки кинуть сливочное масло. И нам надо его еще размазать по дну чашки. Вот просто смазать маслом дно чашки. Я это делаю руками, мне так удобнее. Масла, кстати, много. Можно и масла сделать меньше, если вы не хотите много жирного, там диетку какую-то соблюдаете. Хотя, если диета, то и макароны как бы нельзя, и колбасу. Ну, в общем-то, мне кажется, вот это 30 грамм, это многовато масло. И 20 грамм было бы достаточно, чтобы смазать. Я вон уже смазала всю чашу. А у меня еще, видите, сколько масла осталось. Это надо было, наверное, и поменьше масла сделать. Ну, ладно, пусть будет пока по рецепту. Я когда первый раз делаю, я рецепт соблюдаю строго. А когда уже делаю второй раз, там уже нюансы делаю свои. И дальше нам нужно дно обсыпать сухарями панировочными. Так, панировочными сухарями обсыпать надо чашу. Ну, я, наверное, вот сделаю это вот так вот, чтобы это было. Видно? Стенки чуть-чуть тоже. Наверное, чтобы не прилипало, я так думаю. Так, руками лучше, чтобы равномерно было. О, вот так вот чашу надо. Раз, 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 точно. И вот бока тоже у нас захватились. В общем, такое вот донышко получилось. Прекрасно. Так, чашу я ставлю обратно в эту кухню. Теперь сюда я пересыпаю макароны. Высыпаю сюда колбасу. У кого бекон, хорошо, когда бекон есть. Прекрасно. Вот это сейчас мы перемешаем, эту смесь. Все, перемешала. И отправляем в чашу. Так, ну, вот в чашу вот это сейчас я разровняю. Посолила я уже яйца с молоком. Ну, и теперь заливаем вот это все молочной яичной смесью. Все, утопила. Можно закрывать крышку. Ну, теперь я выбираю программу выпечка. И время 35 минут. Выпечка вот. Все, программа выпечка, 35 минут. Ну, пока я помою посудку и уже все испечется. Потом будем пробовать. Пока моя запеканочка готовится, я решила попробовать поснимать вот эти вот мои наклеечки. Ну, вот самая сложная-то елочка. И, кстати, взяла вот такие вот, на которых оно было раньше наклеено. И сюда я вот эти игрушки понаклею. А, может быть, они мне и пригодятся в следующем году. Отклеиваются легко. Игрушечки, во всяком случае, отклеиваются легко. А вот как будет отклеиваться елка, посмотрим. А снежинки? Снежинки тоже легко отклеиваются. Даже от бумаги отклеиваются легко. Вот эта елка, она отклеивается, я смотрю. На стекле ничего не оставляет. Но пока я ее тяну, она растягивается. И она, скорее всего, деформируется. И вряд ли она уже мне пойдет на следующий год. Ну, значит, без елки обойдусь. А, может быть, другую какую-нибудь куплю. Вот она вот так потихонечку отклеивается. Ну, она вот вытягивается, деформируется. Об этом я ее не буду уже беречь. Она мне уже не пойдет на следующий год. Так, верхняя часть отклеилась нормально, а нижняя что? Сейчас я попробую эту бумагу еще снять. Ну, в общем, елка отклеилась. Чуть-чуть немножко осталось клея. Но это можно моющее средство для посуды взять с пемалюксом. И оно все отойдет. А есть вообще специальные средства, которые попшикал и отходят. Я посмотрю, что у меня есть. Я уже не помню, что у меня есть. И поотдираю вот этот клей. Я думаю, это не проблема. Это не будет проблемой. Так, ну и все. Теперь можно снимать дальше уже вот эти нижинки. И смотрите, вот так вот все это я наклеила. Еще на обратную сторону наклею. И буду вот так вот сохранить. Можно будет на следующий год. Ну вот, все наклеечки у меня прекрасно поснимались. Я еще сниму. Вот у меня сверху висит дождик. Ну, это уже не сложно снять. Ну, то, за что мы беспокоились. Вот я на обе стороны наклеила. На ту фольгу. Это не фольга. Это такая плотная, как, не знаю, целлофан такой плотный. И вот здесь тоже вот наклеила. В общем, Это все мне пригодится еще на следующий год. В принципе, можно было бы выбросить, в следующем году что-то еще купить. Но, если я не куплю, значит, я воспользуюсь вот этим, что у меня есть. Мы же народ бережливый, да? Зачем лишние деньги тратить? Если оно будет еще пригодным на следующий год, значит, я его использую. А сейчас у меня уже там почти готова запеканка. Сейчас уже я очень хочу кушать. А, кстати, вот эта гирлянда, кто сомневался, она у меня еще работает. Но, правда, на Новый год я не была здесь. Я была у дочки, поэтому она мне не горела всю ночь. Но я ее сверну и положу на следующий год. Если батарейка не сядет, если она будет работать, значит, хорошо. А если сядет, здесь, в принципе, может быть, можно открутить. А может быть, и нет. Но все равно соберу, положу, пусть лежит. На следующий год уже будет видно, что мы с ней будем делать. Ну вот, запеканка запищала. Уже я открыла крышку и смотрю. Ну, в общем-то, тут все готово, запеклось. Сейчас положим на тарелочку. Будем пробовать. Ну, в общем, вот так вот и выглядит моя незамысловатая запеканка. Ну, в принципе, это, можно сказать, макароны с колбасой в омлете. Вот и все. В общем, ничего особенного нет. Ну, просто это можно приготовить в одном приборе. Это удобно, не стоять над печкой. Сейчас буду пробовать. Ну, я уже предполагаю, какой там вкус. Ну, попробуем. Ну что, будем пробовать. Хочу уже кушать. Вроде бы, оно немножко остыло. Так. Нормальный омлет с макаронами и с колбасой. Чуть-чуть не досолила, но это не важно. Можно посолить тарелочкой. Хотя колбаса соленая, можно и не солить. Но я сейчас посолю все равно огурчики свои. Я что-то огурчики свежие положила. Ну, и слегка-слегка так присолю еще. Ну, все, буду кушать. Покушаю и буду собираться. Я что-то начала снимать игрушки с окна, наклейки. Ну, наклейки я все сняла. И вот эту мишуру сняла. В общем, с окна все сняла. А в комнате тоже. Ну, там не столько все это снимать, сколько это нужно все складывать, упаковывать. Повозиться придется. Но я думаю, что комнату я буду убирать попозже. О том, что у меня были сегодня другие планы. Сейчас покушаю и хочу собраться и выйти в магазин. А на улице выглянуло солнышко. Просто прелестная погода. Чудесная просто. Сейчас прям хочется скорее-скорее выйти на улицу. Солнышко. Какая радость. Так люблю, когда солнце светит. Вот это вот зима называется. На улице теплы. Середина января. Обалдеть. Все, одеваюсь и выхожу. Тут даже муха залетела. Девочки, а на улицу вышла. Тут действительно такая классная погода. Тихо. Солнышко светит. Но иногда в облачках прячется. А хочется солнышку подставить. Лицо. Классно. Я даже шапку не стала одевать. Но мне недалеко. У меня капюшок. Если что, есть. Одену капюшон. В общем, побежала в магазин. Ну вот, я зашла. Мебель готовая. Готовая мебель на заказ. Артком. Сейчас пойдем и посмотрим, что нам тут предлагают. Ну вот, девочки, зашла я в магазин. У нас тут мебель всякая разная. И на заказ, и не на заказ. В общем, пообщалась я сейчас с продавцами, консультантами. Но сейчас пока что вот я решила посмотреть кровать с подъемным механизмом. Что меня волновало, какие вопросы. Ну это вот, например, высокий или невысокий здесь буртик. Потому что у нас матрас 9 сантиметров высотой. То есть есть здесь и поглубже, и есть поменьше. Механизм подъемный. А под механизмом можно сделать просто перегородку там. Можно вообще без перегородки вот такой вот короб. И туда можно и чемодан, и все что угодно понакидать. Здорово. А еще дочка хотела, чтобы спинка и вот вокруг кровати, вот этот вот как ободок, да, бортик. Чтобы он был как бы, ну как кожаный или какой-то мягкий, может быть, материал. В общем, даже на цену сказали, это не влияет. Можно сделать любой цвет. Можно сделать кожзаменитель. Можно там какой-то бархат, не бархат. Ну, в общем, какой-то тканью оббить. Вариантов очень много. И есть тоже вот, кстати говоря, кровати, где внизу вообще ничего нет. То есть туда можно вот этот механизм поднять, и он поднимается легко, да. Но я, правда, не знаю, как сейчас мне может быть. Но мне уже показывали, как не хочу отвлекать людей от работы. В общем, поднимается этот механизм, и туда можно уже тоже много всего, всяких чемоданов всего накидать. А вот смотрите, какой прикольный дизайн. И тоже, видите, материальчики разных-разных цветов есть. Ну, пойдемте дальше. А здесь вот такие короба есть тоже. Есть с коробами. Ну, короба тоже, может быть, не очень удобно, потому что где-то что-то может не поместиться. Ну, это, в общем, на выбор. Ну, вот тоже такой вот еще есть дизайн симпатичный. Ну, тут еще, между прочим, оказывается, когда сверху... Меня еще интересовало, когда сверху кладется матрас, тогда вот этот вот механизм опускается. И даже если на кровати находятся одеяло, подушки, матрас, там вот эта вся тяжесть, оно все прекрасно будет подниматься. Ну, это нормально. Вот такая вот прихожая. Ну, это темная. Это цвет Венгель. А, кстати говоря, вот тоже вот такая вот гостиночка, да, тоже полочки, шкафчики есть. Внизу ящички. И сюда можно поставить телевизор как раз. Вот нам бы такая, может быть, и... Ну, примерно такая, не совсем такая, может быть, нам бы такая и подошла бы туда. Ну, где-то в этом роде. Хотя она, может быть, другой дизайн выберет. Ну, я пока зашла просто, чтобы ознакомиться с тем, что тут есть. Так, ну, прихожая, я так поняла, нам не нужна. А вот еще столы, стулья, всякие разные. Овальные, квадратные, побольше, поменьше. Тоже большой выбор. Я бы хотела стол посреди кухни поставить. А дочка не хочет. Вот какой стол? Если у нас мебель светлая, например, вот такой овальный стол. Можно было бы поставить, и было бы здорово. Ну, она что-то другое там задумала. Ну, пускай ставит другое. Ну, а тут разные кухни, тоже разные фасады есть. В общем, сказали, могут сделать нам любой фасад, какой мы хотим. То есть вариантов тут очень много-много. И под наш заказ может даже прийти бесплатно дизайнер, сделать замеры в нашей кухне, сделать дизайн, несколько вариантов. И, в общем, нам могут обставить это все. Кстати, дизайн, замеры, все это делается бесплатно. Нам все это могут просчитать, и мы уже будем знать, во сколько нам обойдется кухня. Пойдемте посмотрим еще фасады. Вот. Во сколько нам обойдется эта кухня, и можем даже просчитаться где-то в других местах. В общем, надо дочке подсказать, чтобы она... Вот, кстати, вот такой вот угол, вот мне бы хотелось сделать слева. То есть он получается неглубокий. А вот здесь вот в шкаф спрятать вот эту газовую колонку. Такой бы слева был бы неплохой угол. Вот такие фасадики всякие разные есть, симпатичные. Ну, это не только таких, вообще очень-очень много. Есть скрытая вытяжка. Но дело в том, что я скрытую вытяжку вот не хочу, потому что вот она раз, так выднулась. Они очень по мощности слабые. Вытяжку я хочу такую же, как у меня. Ну, вот еще такие вот есть, такие вот фасадики, такие варианты. Вот такая кухня. А еще, смотрите, какие фасады здесь. Прям целый стеллаж. Огромный стеллаж. Вот, белый матовый. Есть похожий цвет. Ну, такой она, наверное, не захочет. Ну, и другие всякие разные цвета. Классные. А вот смотрите, как здорово выглядит фартук с цветочками. То есть, если белая кухня, белые фасады, да, но внизу, к сожалению, тут закрыто, не увидим. Белая идет столешница, но она такая, чуть-чуть под мрамор. И вот такой вот фартук, это называется фартук, это между верхними полками и столешницей. Такие вот цветочки, очень симпатично смотрятся, мне нравится такой вот вариант. А вот такая мини-кухонка. Стоит 36 тысяч. Вот уже готовая полностью. Симпатичная. Смотрите, шкафы-купе, какие симпатичные. Справа, слева. С такой вот отделочкой. Еще есть такие, вот такие. Красивый шкаф-купе, да. Вот такой бы в коридор поставить. Вообще здорово. Ну-ка, открыть. Здесь полки, полки, полки. 29 700. Такой шкаф. Ну, а здесь просто вот идет вешалка. Ну, и шкафы-купе также делают и на заказ тут. Мне нравится вот эта обувница. 2800 стоит. Смотрите, здесь и обуви много можно поставить, и лавочка сверху сесть, посидеть. Вот это вот классно придумано. Обувница. 3900 стоит. Сверху ящички. А по внизу, оп, открывается и обувь можно поскладывать. То же самое. Места немного занимает. Вот такая вот обувница. Классно. Вот, девочки. Пообщалась я еще здесь не только с продавцами, консультантами. Смотрите, мне дали вот такой каталожик. Я его дома полистаю. Тут разная всякая мебель есть. В общем, какие варианты есть. Тоже интересно полистать. Будет мне, я возьму. Ну, в общем, я с мебелью, конечно, работала. Сейчас вот хожу здесь, смотрю, вспоминаю. В мебели работать комфортно. Ну, иногда, когда людей нету, скучно. Ну, в принципе, даже неплохая, я бы сказала, так, работа. Нужно только, конечно, хорошо знать свою работу и быть очень коммуникабельным, общаться нормально с покупателями. И тогда все будет хорошо. И тогда у вас будут заказы. Вот еще, смотрите, вот такая вот кроватка. Тоже с подъемным механизмом. Здесь внизу, видите, два больших отделения. Сколько хочешь, туда можно набросать всякого ненужного. Чемоданы, коробки, обувь, все что угодно. И цвет можно сделать тоже, какой вам нравится. Ну, вот, мои хорошие, сделала вот такой вот я обзорчик. Хочу показать вам по кругу, как тут все сделано. Походила, пообщалась. По крайней мере, развеяла всякие разные свои сомнения по разному поводу. И теперь я могу спокойно идти домой. И спокойно спать ночами, не думать ни о чем. Я надеюсь, дочка моя придет или вызовет. Можно здесь просто позвонить. Мне дали телефончик, вызовет она дизайнера. Дизайнер сделает замеры, сделает дизайн-проект. Бесплатно все это делается. Все просчитает и скажет нам, сколько это будет кухня стоит. Несколько вариантов, сказали, сделают и делают. Все это дизайн работает бесплатно. Профессиональные дизайнеры. На этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok